МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомель и эта студия на Пушкина 8. В эфире Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. Авария на Чернобыльской атомной электростанции, крупнейшая техногенная и экологическая катастрофа современности. 30 лет назад радиоактивное облако накрыло большую европейскую часть бывшего Советского Союза, частично другие государства. Как сегодня живут постчернобыльские регионы Гомельской области. Точнее, как научились жить по-новому. Об этом и не только в ближайшие 40 минут. Итак, мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей в студии. Директор Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия Институт радиологии, кандидат технических наук Александр Зайцев. Александр Анатольевич, добрый день. Здравствуйте. Заместитель начальника управления по проблемам ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС Людмила Лисюк. Людмила Владимировна, рад видеть вас. Начальник администрации зон отчуждения и отселения МЧС Республики Беларусь Василий Шабловский. Василий Олегович, здравствуйте. И директора республиканского специализированного унитарного предприятия Полесье Евгений Белош. Евгений Викторович, рад видеть вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня в студии люди, для которых тема программы не просто ряд актуальных вопросов. Чернобыльский осадок коснулся большинства напрямую. Итак, апрель 86-го. Предлагаю в качестве пролога программы вспомнить, как все начиналось. Мелешка Вера Семеновна. Председатель Браинской райкома профсоюза работников образования и науки. Работала в Браинской средней школе с 80-го года. В 86-м году, когда случилась катастрофа на Чернобыльской атомной станции, информации было очень мало. И мы узнавали не от радио и телевидения, а от соседей. Я тоже узнала от соседей случившиеся аварии. Паника, как минимум. Не знание, что делать. Ну да, паника была, конечно. Мы не знали, что делать. Ну и самое яркое впечатление было у меня, когда 30 апреля мы дома съели картошку, а 1 мая я пришла на демонстрацию. И детей на демонстрации не было. Поэтому очень была удивлена. Оказывается, детям не разрешили выйти на демонстрацию. Это в то время, в советское время, когда у нас демонстрации проходили очень ярко, насыщенно. Вот. И еще впечатление, как нас эвакуировали. Нас, нашу школу эвакуировали 3 дня. 6, 7 и 8. И 8 числа, когда нам сказали, что не надо нас эвакуировать, все хорошо, мы плакали. Ну и было такое сравнение, как во время Великой Отечественной войны. А 9 нам сказали, что 10 нас вывезут. И нас вывезли в пионерский лагерь «Прибор» и ученки. А где-то в начале июня месяца нас вывели в лагерь «Горизонт». И тоже яркое впечатление, когда нас везли, эшелон нигде не останавливался. Нам давали зеленый свет. В вагонах было жарко, не было воды, и нас не выпускали из вагонов вместе с детьми. Конечно, то, что вы пережили тогда, сложно представить современной молодежи. Да и лучше, конечно, такое даже не представлять. Да. Многие не вернулись в пострадавшие регионы, были отселены. Почему вы остались в родном Брагине? Ну, наверное, мы патриоты нашего Брагина. И еще хочу сказать об одном впечатлении, когда мы возвращались обратно. Мы возвращались 1 сентября. Когда мы ехали обратно, нас везли из Минска до Хойник. Мы всю дорогу пели песни. Наверное, все песни советских времен мы перепели. Мы настолько были довольны, что мы едем домой. И когда приехали в Брагин, мы Брагин не узнали, потому что он изменился в хорошую сторону. Раньше у нас не было асфальта. Проложили везде асфальт. Тротуары были асфальтные. И Брагин изменился. Он похорошел. Когда случилась эта страшная катастрофа, мне было 11 лет. В то время я не понимала, когда взрослые люди произносили слова «Радиация, атом, мертвая зона». Я хочу сказать, что ярким таким воспоминанием было то, как нас, маленьких детей, собирали возле сельского дома культуры, сажали в автобус и везли в пионерские лагеря. Я никогда не забуду плач родителей, мам, которые не знали, куда они отпускали своих детей. И мы не могли долго иметь никакой связи со своими родителями. Еще я хочу сказать, что жизни после Чернобыля я бы могла разделить на два этапа. До Чернобыля, когда было беззаботное многое детство. И после Чернобыля, когда наступило сплошное «нельзя». В лес нельзя, по грибы нельзя, по ягоды нельзя. Тогда нам, детям, было очень тяжело понять, почему и как это все происходит. Но время шло, жизнь идет. И я бы хотела сейчас сказать огромное спасибо тем людям, которые не оставили нас в беде. Которые протянули руку помощи. И мы ее всегда ощущали и ощущаем сейчас. Евгений Викторович, знаю, что вы родом из Хойникского района. Это тоже один из самых пострадавших регионов Гомельской области от аварии на ЧАЭС. Как и когда узнали о данной катастрофе? Вы знаете, на тот период времени я был студентом Гомельского университета. Вот как говорили наши брагинские коллеги, что не было какого-то понимания, ничего. Приезжал к родителям, сел, картошку. Но самым, наверное, большим таким впечатлением, я не был там на этой территории постоянно, как они были, но я по выходным, конечно же, приезжал. Вот как бы кто-то там отселялся, кто-то говорил. Наверное, для меня самые такие впечатления в тот период времени были, это когда стали поливать деревни машины водой, чтобы не было пыли, когда ездили солдаты. Но особенно, наверное, еще больше впечатления было, когда с той территории, как мы его называем, зоной отчуждения, приехали к нам переселенцы. Действительно, у нас тогда времени, в то время, жили две семьи. Они, по-моему, были из деревни Тульховича и Ломачи, я откровенно говорю. Прямо у вас дома? Да, у нас дома. Они, наверное, месяца два у нас жили, но потом их выселили, впоследствии я знаю, что они оказались. Кто в Мозыре, кто еще где-то. Вот как бы такие впечатления сопровождали на тот период времени. Я знаю, что даже как боец строя отряда, вы участвовали в строительстве домиков для переселенцев. И это правда? Да, действительно так было. В 1986 году, я, опять же, повторюсь, экономический факультет, у нас 30 человек было, собрали строительные отряды. Мы строили домики для переселенцев в Хойницком районе, деревне Великий Бор, и переселяли тогда на тот период времени. Скот, закрывали колодцы, ездили в сторону сюда. Ну, может быть, коллеги мои знают, в Хойницкую сторону, сюда, в сторону Бабчина, в сторону Мокишины. Ну, занимались такими вопросами, чтобы туда никто не приходил, не заходил, и другими вопросами, которые на тот период времени были. Время было сложное, и все же, какие мысли были у людей? Непонимание сделало свое дело? Ну, вы знаете, как сказали, вот опять же, жители Бразинского района, конечно, это было непонимание. Это сегодня современность. Какие там обидники, какие-то, что-то. Тогда никто этого не оценивал, никто не понимал, куда, что едет, чем занимается, что ему нужно, когда люди вернутся. Это, наверное, было самым неприятным на тот период времени. Действительно, урон, который нанесла Чернобыльская катастрофа Гомельской области и Беларуси, тогда было сложно оценить. И все же, какое мнение науки на этот счет сегодня? Комплексный характер последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС связан, в первую очередь, с тем, что авария затронула различные аспекты жизнедеятельности населения на пострадавшей территории. Один из самых серьезных уронов было нанесено сельскому хозяйству. Крупномасштабное загрязнение плодородных земель долгоживущими разинуклидами это было одним из наиболее серьезных ущербов от Чернобыльской катастрофы. Это и Беларуси, сельскохозяйственный регион на протяжении веков. Да, да. Если оценивать в денежном эквиваленте ущерб, то если общеизвестная цифра, ущерб от Чернобыльской катастрофы составляет 235 миллиардов долларов США, то ущерб для сельского хозяйства составил 72 миллиарда долларов США. Беларусь пострадала от Чернобыльской катастрофы больше других. Какие из пострадавших регионов Гомельской области стоит перечислить? Наиболее пострадали южные районы Гомельской области, Равлянский, Брагинский, Хойникский. Большая территория этих районов и сейчас относится к зоне отселения и отчуждения находится за шлагбаумом. Первым делом шла эвакуация граждан из 30-ти километрового кольца вокруг Чернобыльской АЭС. Почему именно этот отрезок взяли за отправную точку? Дело в том, что после оценки радиоэкологической обстановки, оценки мощности экспозиционной дозы, было принято решение эвакуировать население с той территории, на которой мощность экспозиционной дозы превышает 25 миллиаренгин в час. Это радиус примерно 10-ти километровой зоны Чернобыльской АЭС. Через несколько дней, после 2 мая, было принято решение этот дозовый предел снизить до 5 миллиаренгин в час. Вот эти 5 миллиаренгин, это как раз и есть та зона, 30-ти километровка. Самая опасная. Самая опасная. С которой в последующее время было отселено эвакуировано население. Всего за 1986 год было эвакуировано 107 населенных пунктов на территории нашей республики, в которых проживало 45 тысяч человек. 30 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС это не только значимый отрезок времени и значительный отрезок времени, это еще и период полураспада цезия 137-го, не так ли? Период полураспада основных долгоживущих радионуклидов, которыми загрязнена наша территория цезия 137-го и стронция 90-го, равен 30 и 28 лет соответственно. Да, действительно, через 30 лет можно говорить о том, что в результате естественного распада радионуклидов плотность загрязнения территории уменьшилась в 2 раза. Однако, необходимо помнить и то, что кроме цезия и стронция выпали и радионуклиды и трансуранового ряда. Для которых, для их распада понадобится больше времени. Да, 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 период полураспада которых исчисляется тысячелетиями. Поэтому те земли, которые загрязнены этими радионуклидами, потеряны на долгие годы. Отрезок в 30 лет это новый уровень развития, правда? Да, действительно. По крайней мере, новые возможности. Новые возможности. За 30 лет накоплен громадный опыт в вопросах преодоления последствий катастрофы, в вопросах радиационной безопасности. И те задачи, которые стояли 30 лет назад, и те, которые стоят сейчас перед наукой, они немножко отличаются. Мне подсказывают, у нас есть материал в тему разговора. Сразу после короткого сюжета вернемся в студию и продолжим. В деревне Пирки в Брагинском районе под отселение попало одно из первых. Автобусы приехали сюда 5 мая 1986 года. Тогда людям говорили, что выехать им придется временно, а поэтому много вещей брать нет необходимости. Сегодня, кстати, в этих домах часто можно встретить диких животных. Те же рыси, например, выбирают чердаки деревянных зданий, чтобы вывести и вырастить свое потомство. Есть на территории Полесского радиационно-экологического заповедника и более капитальные постройки, которые простоят здесь, наверное, еще не одно десятилетие. А это бывший населенный пункт, названия которого нет ни на одной карте. Поселок Солнечный строился для работников крупного животноводческого комплекса. После Чернобыльской аварии комплекс в эксплуатацию так и не ввели, а от поселка остались нежилые дома и вся соответствующая инфраструктура. Какое-то время, правда, комплекс работал, и даже в незавершенном виде. Его называли лучшим в Беларуси. Сейчас он полностью разрушен. Если бы не Чернобыльская катастрофа, этот поселок вообще мог бы стать образцом для будущих населенных пунктов страны. По сути, в 80-х здесь построили образцовый агрогородок с больницей, школой, детским садом и кирпичными многоэтажками. В эксплуатацию не успели ввести только магазин, который по площади не уступал бы современным городским торговым центрам. Мониторинг экологической обстановки на территории Полесского радиационно-экологического заповедника ведется постоянно. Ученые говорят, что в последние годы ситуация с Цезием и Стронцием стабилизировалась. Вопреки прогнозам, которые делались сразу после аварии, миграция этих элементов на значительные глубины не состоялась. А поэтому употреблять дары леса по-прежнему категорически не рекомендуется. Но еще более значительную опасность сегодня начинает представлять Америцей. Период полураспада Америцы 241-го тоже достаточно большой. 432 года. Поэтому долго нам придется ждать, пока он распадется полностью. По словам руководства Полесского заповедника, накануне 30-летия Чернобыльской катастрофы интерес к его деятельности возрос. Попасть сюда стремятся не только белорусские, но и многие иностранные журналисты. Интерес к прошлому отмечают и в Хойникском районном краеведческом музее. В его стенах расположен единственный в Беларуси – музей Чернобыля. Сейчас здесь идет обновление экспозиции, которую планируется завершить в начале следующего месяца. Многие плачут, даже приезжают сюда. Но вспоминают все. Во-первых, очень много фотографий. Каждый просматривает, вспоминает свое детство, кто-то вспоминает свою юность. Вот это переселение очень страшно. Фотографии у нас эти есть. И материала очень много. Поэтому для них это, конечно, как все начинается сначала. Как в тот день, вот именно 26 апреля 1986 года. В эфире Гомель, это студия на Пушкино-8. И мы продолжаем. Евгений Викторович, расскажите, пожалуйста, о предприятии, которое возглавляется. Республиканское специализированное торонное предприятие «Полесье» было создано 25 лет назад. И оно действительно было создано под вопросы чернобыльской тематики. Было соответствующее постановление Совета Министров в 1990 году, которое как бы определялось заниматься чернобыльскими вопросами. На первоначальной стадии, может быть, кто-то не знает, время-то такое, предприятие занималось чисто вопросами дезактивации. Это вопросы касались, например, на территории Брагинского, Хойницка, Нарулянска, других районах. Вопросы касались дезактивации школьных территорий, детских садиков. Меняли крыши, меняли землю. Но потом, впоследствии, стали заниматься уже наведением порядка после того, как люди отелялись. И до сегодняшнего дня мы занимаемся сносом и захоронением. Это так у нас звучит в соответствии с законодательством. То бишь, наводим порядок на этих землях, которые потом идут или в сельскохозяйственный оборот, или для других целей. Ну, где-то лес садят, где-то еще что-то. В зависимости от уровня загрязнения их вальности земли. Ведь, согласитесь, прошло 30 лет. Актуальность вашей работы не снижается? Ну, если судить, на сегодняшний день актуальность, она есть. Ну, все зависит от... Просто задачи каждый период и отрезок времени новые? Не, ну, как бы на первоначальной стадии были задачи, как я сказал, дезактивации. Даже мы, может быть, кто-то знает, не знает, мы очень много дезактивировали оборудование на территории города Гомеля. Тогда стояли вентиляционные оборудования. Это Сельмаш, Злинг, как так говорят. Крупные предприятия. Там были крупные предприятия, специальные технологии их дезактивации. Вот на сегодняшний день есть, наверное, такая актуальность и потребность в наиболее пострадавших районах, чтобы там навести порядок, чтобы эти территории засевать, ну и дальше, чтобы они были в надлежащем состоянии. Хорошо. А кто принимает решение о сносе той или иной постройки в конкретно взятом регионе? Ну, прежде всего, этими вопросами решают местные исполнительные органы. Они определяют, что им нужно сносить, на какой территории, как принимают соответствующие решения. Со своими предложениями входит в Гомельский область полком. Гомельский область полком формирует программу в соответствии с выделенным финансированием, с очередностью, необходимостью. И потом мы приступаем к этим работам. Фактически сразу по горячим следам в 1986-м был создан и институт радиологии. Александр Анатольевич, расскажите, какие задачи тогда стояли перед Вашими коллегами? Действительно, сразу после аварии на Чернобыльской АЭС 3 июня 1986 года по приказу Государственного агропромышленного комитета Союза был создан белорусский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии в городе Гомель. Я так понимаю, науке и самой надо было разобраться, что произошло? Да, действительно. Дело в том, что стояли задачи оперативно решить возникающие проблемы, проблемы, для решения которых не было специалистов в республике. И самая главная, самая основная задача, которая стояла перед специалистами института радиологии, это была разработка практических рекомендаций по ведению сельскохозяйственного производства на загрязненных радионуклеидами землях. Шло время, как менялись вслед за временем задачи ваших коллег? За 30 лет было наработано очень много в области радиологии, в области защитных мероприятий, в сельском, в лесном хозяйстве, в области решения радиоэкологических проблем природных комплексов. И действительно, сегодня стоят другие задачи перед институтом. Конечно, в первую очередь это обеспечение радиационной защиты населения, но и большое внимание сейчас уделяется социально-экономическому развитию регионов. То есть экономику ставим во главу угла. Это еще и научная деятельность, говоря о задачах и целях? Конечно. Это, во-первых, разработка различных проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона. Это научное сопровождение тех инновационных проектов, которые реализуются в пострадавших районах, ну и многое другое. Еще же, если говорить о достижениях государства в деле минимизации последствий аварии на ЧАЭС, Людмила Владимировна, какие достижения стоит отметить в первую очередь? Мне сначала хотелось бы дополнить моих коллег и сказать о том, что вот эти институты, представители института радиологии, институт радиобиологии, Центр радиационной медицины и экологии человека, специализированные предприятия по лесу, это все, и администрация зоны отселения отчуждений, это все республиканские предприятия. Но благодаря политике государства, благодаря нашему президенту, после 2006 года в целях экономии, те же командировочные финансовые средства, все эти республиканские предприятия были переведены в город Гомель. Это очень правильно. Извините меня, здесь мы рядышком и уже на Чернобыльской атомной станции проводим определенные научные исследования и так далее на территориях Гомельской области, которая больше всего подстрадала в Республике Беларусь. И, конечно, если говорить о государственных программах, то у нас уже реализовано пять государственных программ, и идет шестая государственная программа. Ну и, конечно, первые программы, как мы уже говорили, это было эвакуация и переселение, переселение жителей на чистой территории Республики Беларусь. Для этого нужны были деньги, чтобы построить квартиры, большое количество людей. Огромные деньги, чтобы что-то говорить, правда? Больше 100 тысяч семей было переселено, значит, как говорили брагинские, значит, вспоминали наши жители о том, что были переселены на чистые территории. Но это осталось вот этот социальный блок, бесплатное питание и бесплатное оздоровление раз в год для детей, которые проживают на чернобыльских территориях. И коллективная защита, это получение чистой продукции на грязных территориях, это тоже очень важный блок, он тоже остался. Ну и, естественно, добавилось в последние годы уже, это социально-экономическое развитие, социально-экономический блок. То есть сегодня, благодаря в том числе реализации государственных программ по минимизации последствий аварии на ЧАЭС, удалось людей постепенно кому-то помочь, кому-то подтолкнуть, кому-то подсказать. Удалось людей постепенно вывести на новый нормальный уровень развития. И, к сожалению, это нужно было сделать, потому что авария нанесла большой урон и району, и региону. Конечно. И очень было важно, и вот, допустим, вы, наверное, тоже все знаете, в прессе об этом говорили, что правительством, вот последние десятилетия, организация «Ведневная цена» и нашим правительством, оно было объявлено, значит, десятилетием возрождения этих чернобыльских территорий. Для нас тоже было очень важно, вот то, что тут мы говорили, и оснащение, медицинское оснащение наших социальных объектов, наших больниц. Вы посмотрите, какие наши районы, они красивые, чистые, благоустроенные. Это асфальтирование тех же, значит, дорог, это строительство объектов, социальных объектов, это строительство жилья для наших специалистов. Мы до сих пор привлекаем, и мы сейчас строим, у нас уже вот на 2016 год мы заявок более 200 квартир, около 200 квартир будет построено на этих территориях, чтобы привлекать молодежь в эти районы. Впереди новая госпрограмма по минимизации последствий аварии на ЧАЭС. Наверняка и новые приоритеты и направления. Да, конечно. Сейчас мы уже говорим об устойчивом социально-экономическом развитии этих районов, о создании новых производств и поддержании существу их. То есть действительно 30-летний отрезок – это как раз-таки новый период, новый толчок в развитии, правильно мы как раз об этом говорили? Конечно, конечно. И за счет программы у нас было построено, кстати, 13 специальных проектов с новыми технологиями в этих районах. Естественно, мы должны их сейчас поддерживать, создание новых рабочих мест. Это очень важно для устойчивого социально-экономического развития этих территорий, для продвижения этих территорий. И, естественно, одна из важных задач, я считаю, на международном уровне – у нас очень большой опыт работы нашей именно области, Республики Беларусь, по вопросу преодоления последствий катастрофы. И мы уже выступаем как эксперты. Наша страна, именно наша страна, значит, как себя вести в этой ситуации. Потому что такая авария, она как бы была первая в мире. И мы имеем очень много шоков. По крайней мере, опыт работы здесь накоплен достаточно большой. Евгений Викторович, я знаю, что с 2000-го на протяжении 10 лет Вы возглавляли управление по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. Каких проблем и каких проблемных вопросов тогда касалась Ваша деятельность? Наверное, как сказала Людмила Владимировна, большим и серьезным шагом в этом направлении, начиная, наверное, с 90-го года, были государственные программы. Вот государственные программы, они и определяли направления, средства, какие направления, какие защитные меры должны были бы быть в том или ином виде. Поэтому за 10 лет моей работы, наверное, может быть, никто не знает, что большое подспорье было чернобыльских праворам строительства РНПЦ. Можно сегодня сказать, что сельское хозяйство тут перед временем тоже имело отток кадров, отток специалистов. Ну, все было. Но, наверное, самым большим, можно сказать, вопросом в этом деле было все-таки, что удалось благодаря госпрограммам закончить переселение. О нем можно долго говорить, о нем можно долго рассуждать, но мы сегодня говорим, может быть, немножко о территориях отчуждения или о территориях эвакуации. Но, наверное, здесь надо и сказать, что были населенные пункты, очень много их было, с которых люди имели право отселяться, с которых люди могли на протяжении нескольких лет отселяться, которые хотели или не хотели, это было их право. Но это было очень большое количество людей. Проходилось даже в год строить до 10 тысяч квартир, до 12 тысяч квартир, чтобы отселять этих людей с тех территорий, уже не эвакуационных территорий, а согласно законодательству на тот период времени отселение людей. Это была очень, так сказать, большая работа. Как раз-таки на протяжении последних 10 лет появились конкретные действия и в теме переориентации так называемых чернобыльских льгот. Эти деньги остались работать на те самые чернобыльские территории, на возрождение их? Да, да, эти деньги остались работать. Дело в том, что тогда были платили за проживание на этих территориях, за работу на этих территориях. Это были очень большие деньги. Не помню, в каком это было году, при посещении президента Хойницкого района, по-моему, в деревне Глинище было, да? Да, да. Было внесено предложение Гомельскому областополкомам. Это были просто, если можно так сказать, копеечные деньги. Их все саккумулировали. Это очень большие... Для каждого человека. Для области это было очень приличное сумм. Их всех саккумулировали, эти деньги все направили, действительно, определенными конкретными решениями, направили на возрождение этих территорий, на строительство сельскохозяйственных объектов, в объектах медицины, здравоохранения, школ и так далее. И наверняка, все-таки, представляю себе, было достаточно много вопросов от людей. А куда пойдут эти деньги? Почему привычные средства я перестану получать? Ну, конечно. Сложно было убедить и объяснить, что эти деньги не перенаправят, они останутся работать на эти регионы. Так вот это и было самое главное на тот период времени работы, убедить людей и показать, что вот эти деньги саккумулированы в каком-то направлении, что они есть. Их даже писали одной строкой нам в госпрограммах и другими. Их не включали в госпрограмму, отдельной строкой они шли на развитие этих территорий. Конечно, никто не хотел отдавать, пусть это было там на тот период времени, ну, условно, одна копейка, рубль, это как бы забирали от каждого человека эти деньги. Но, тем не менее, получилось. Они были в свое время, помните? Вот, они были очень маленькие, эти деньги. Это было очень важно, что это было решение правительства, и Гомельский госполком это поддержал, и это было правильно. Ну, да, что это было правильно. Что эти сэкономленные деньги, мы людям объясняли, кстати, наши люди прекрасно это понимали, потому что мы рассказывали, вот, куда эти шли деньги, на медицинские учреждения, на приобретение оборудования, на сверхсовременные технологии. Сегодня в студии на Пушкино-8 и председатель Брагинского районного объединения организации профсоюзов Анна Бобринёва. Анна Николаевна, добрый день, рад видеться в студии на Пушкино-8. Подключайтесь к разговору. Все эти 30 лет вы работаете в одном из самых пострадавших регионов Гомельской области, Брагинском районе. Расскажите об этом отрезке времени. Что было самым сложным? Так случилось в моей жизни, что я, получив профессию учителя, осталась в этом районе, в своем родном Брагинском районе. И вся моя деятельность была связана со школами, с детьми и, конечно, со взрослыми людьми. Ну, скажу честно, что просто так сказать, что было за эти 30 лет самого тяжелого и самого интересного, в двух словах и не скажешь. Ведь все-таки это большой отрезок времени. Иногда я возвращаюсь назад, думая о том, что со мной ли это было, я ли принимала участие во всех тех мероприятиях, во всех тех делах, которые проходили в Брагинском районе. Но, конечно, это была я. И я вам скажу честно, когда я начинала в 86-м году заместителем директора по воспитательной работе в маложенской средней школе, то, конечно, у меня были совершенно другие мечты и планы. Но авария или катастрофа на Чернобыльской АЭС их полностью подкорректировала. Не знаю, что было бы со мной, если бы не эта катастрофа, но я вам скажу честно, что наряду с теми тяжелыми моментами в моей жизни и в жизни моего района были интересные моменты. Потому что однажды мы определились, что нам все-таки здесь жить дальше, нам развивать этот район, нам его восстанавливать. За нами стояли дети, за нами стояли люди. И надо было прежде всего думать о них. Анна Николаевна, знаю, что долгое время работали заместителем председателя Брагинского райисполкома. Другими словами, все эти 30 лет вы работали руководителем на руководящих должностях. А это значит, что приходилось отвечать на самые разные вопросы, даже самое сложное. Всегда ли удавалось подобрать нужные слова для того, чтобы где-то убедить людей, где-то предотвратить, где-то остановить, где-то настроить правильно? Ну, так получилось, что 14 последних лет я работала заместителем председателя исполкома по социальным вопросам и идеологической работе. И опять же, это работа с людьми. И, наверное, самое мое главное оружие в моей жизни было слово. Я почему-то вот находила их всегда для своих людей, для своего населения. И еще раз благодарю этих людей. Анна Николаевна, и еще один вопрос. Долгие годы после аварии на ЧРС говорили о неком синдроме жертвы. Существует ли эта проблема сегодня? Расскажите об этом. Ну, я никогда не считала себя жертвой. Посмотрите, какая я жертва. Я, наоборот, старалась всегда, чтобы к нашему району, к нашим людям относились адекватно. Да, они пострадавшие, да, они работают в каких-то трудных условиях. Но самое обидное было непонимание, почему же мы все-таки в этом районе остались, работаем, почему мы рядом с этими людьми. Да и наши люди некоторые ну, как-то потерялись в этой теме, в этой проблеме. Но я скажу, что последнее время мы развиваемся, работаем, мы работаем с проектными какими-то вопросами, с проектной деятельностью, связана вся наша работа. И делайте это успешно. Поэтому мне кажется, что, ну, не жертвы. И обидно, если нас таковыми считают и видят нас эти жертвы. Василий Олегович, подключайтесь к разговору. Какая территория, какие территории сегодня в ведении администрации зон отчуждения и отселения? Прежде всего, следует отметить, что под управлением администрации зон отчуждения и отселения находятся территории зоны эвакуации, она же зона отчуждения, зона первоочередного отселения, зона последующего отселения, с которых отселено население, на которых установлен контрольно-пропускной режим. География этих зон достаточно широка. Организация осуществляет свою деятельность в 8 районах Гомельской области и 5 районах Могилевской области. Если говорить о площади этих территорий, то площадь составляет на сегодняшний день 470 тысяч гектар. Начиная с 2010 года была проведена огромная работа и контрольно-пропускной режим отменен с площади 61 тысячи гектар. И все-таки, чтобы зрителям было более понятно, зона отселения от зоны отчуждения чем отличается? Вы правы, зона отчуждения не отличается от зоны отселения, но отличие небольшое. Это всего лишь два критерия. Первый критерий это плотность загрязнения почв такими радионуклидами, как цезий, стронций и плутоний. А второе отличие это средняя годовая доза облучения населения. Небольшие отличия есть и по видам деятельности, которые осуществляются на этих территориях. Я так понимаю, в зоне отчуждения деятельность осуществляют только научные организации? В зоне отчуждения только осуществляют свою деятельность Полесский государственный рационно-экологический заповедник и фактически его деятельность связана это с научно-исследовательскими и экспериментальными работами. На других территориях, я имею в виду в зоне отселения виды деятельности некоторые разрешены. Это опять же деятельность связанная с природопользованием, с природовосстановлением, но в любом случае каждый этот вид деятельности он только по согласованию с уполномоченным органам осуществляется. Все мы понимаем, что речь идет о закрытых территориях. Как удается контролировать эту закрытость, ну, к примеру, от тех же браконьеров, либо просто желающих посмотреть, как же там в зоне отселения и отчуждения? Я бы не назвал эти территории закрытыми. Они не ограждены ни забором, ни колючей проволокой. Прежде всего, речь идет о том, что на этих территориях действует контрольно-пропускной режим. Эта территория обозначена предупреждающими знаками рационной опасности. Соответственно, непосредственно охраной этих территорий обеспечивается спецподразделением милиции органов внутренних дел и сектором охраны заповедника. Кроме того, администрация и зона отчуждения и отселения организуется и проводятся рейдовые мероприятия, в том числе и с органами подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерство лесного хозяйства, Государственная инспекция охраны животных и растительного мира, а также Государственного пограничного комитета. И целью этих рейдов являются выявление не только нарушений правового режима, но и природоохранного законодательства и, конечно же, нарушений пограничного режима. И все-таки действительно есть исключения, особенно, когда память сильнее радиации. Есть определенные дни, когда гражданам позволяете посещать эти территории, не так ли? Александр, вы абсолютно правы. В период проведения религиозного праздника Радунице постановлением Совета Министров разрешено посещение указанных территорий без пропусков. Ежегодно эти территории в указанные дни посещают более 15 тысяч человек. Какие требования сегодня к въезжающим в зону отселения? Необходимо при себе иметь документы? Надо ли какую-то заявку заранее подавать? На сегодняшний день существует порядок въезда на территории зоны отчуждения и отселения. В этом вопросе мы вплотную работаем со средствами массовой информации и доводим требования установленного правового режима на этих территориях. В обязательном порядке необходимо иметь при себе пропуск выданной администрации зоны отчуждения и отселения. При въезде на указанной территории запрещается сбор грибов, ягод, охота, рыбная ловля, разведение костров соответственно. Прежде всего при выдаче пропуска мы разъясняем требования рационной пожарной безопасности. Практически сразу после аварии на Чернобыльской АЭС был создан уникальный единственный в мире по леске радиационно-экологический заповедник. Не так ли? Официально он был создан в 1988 году. Это более 216 тысяч гектар. Зона, конечно, на территории которой выпала вся таблица Менделеева. Мы уже об этом сегодня говорили. И, конечно, там только работает одна научная станция Масаны, которая находится в 12 километрах от атомной станции и вахтовым методом туда приезжают и работают скажем так наши ученые. И в ближайшие конечно 300 лет там не будут проводиться никакие работы только научные исследования на сегодняшний день. Но он, конечно, не корен еще тем, что там великолепнейшие и настолько интересные и млекоплетающие и птицы и животные. Вот, допустим, лошадь Бжевальского она перебралась сама с территории Украины. На территории заповедника зарегистрировано 46 видов наземных млекопитающих. Из них 6 видов отнесены в красную книгу. Это и зубр, это и рысь, это и бурый медведь, это и барсук. И правильно Людмила Владимировна сказала, с 2007 года на территории заповедника зарегистрировано такой вид непарнокопытных, как лошадь Жевальского. Она исчезла с территории Беларуси в 17-18 веках. Вот это да. Я сейчас думаю, что у многих зрителей возник вопрос, а можно ли поучаствовать в экскурсии в Полесский радиационно-экологический заповедник. Знаю, что на территории Украины так называемый постчернобыльский туризм очень развит. Ваше мнение на этот счет? Этот вопрос об организации экскурсии поднимался, рассматривался практически всеми министерствами и ведомствами Республики Беларусь и было принято решение, что посещение этих территорий в рекреационных целях запретить. В любом случае с деятельностью заповедника можно ознакомиться на официальном сайте. У них прекрасный музей, где представлены виды млекопитающих и птиц и растений, которые занесены в Красную книгу. В том числе и ознакомиться с научными трудами, которые публикуют научную часть Полесского заповедника. Еще же, уважаемые гости, какими были эти 30 лет для науки и общества? Виняй Викторович. Где-то сначала стресс, потом вера в себя, вера в людей, которые помогают. Наверное, на сегодняшний день можно сказать, вера в становление, в социально-экономическое развитие и дальнейшее процветание этих территорий. Александр Анатольевич. Хочу сказать, что для науки эти годы были трудными. Отмечу, что сразу после Чернобыльской аварии не было ни одного научного коллектива, который бы мог решить проблемы радиационной безопасности в республике. И за этот 30-летний период научная наука стала базой, которая, даже, я бы сказал, не базой, а инструментом, который позволяет разрабатывать, а также внедрять различные защитные мероприятия и преодолевать последствия Чернобыльской катастрофы. Что ж, на этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До скорого. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»